Антон Пичун пишет, что у вас там во Флориде другая ситуация с масками. Расскажите. Антон, да, здесь во Флориде всё по-другому. Ну, если в Калифорнии там все толпа идёт в масках, здесь просто редкий человек в маске. Ну, на пляже уж во всяком случае никто не носит маски. Ну, носят, но там один из, может быть, там двадцати, может быть, ещё меньше. Здесь ситуация более разумная. Но это же указание, это позиция губернатора, вот, в Калифорнии. Энфорсмент – это усиление, сопровождение его приказов штрафами. Ну, оно эффективно в Калифорнии. Губернатор Ньюсом настаивает на ношении масок, настаивает, продолжает настаивать на закрытии каких-то бизнесов, регулирование. Там же было смешное регулирование, тупое, абсолютно нелогичное. Там рестораны после одиннадцати нельзя, даже на воздухе. У меня впечатление, что это просто проявление власти, привлечение к себе внимания. Но он доигрался, его там отзывают сейчас. Значительная часть граждан выступает за прекращение его полномочий. Здесь губернатор, во Флориде, республиканец, очень разумный человек. Здесь хорошие цифры по инфекции, заболеваемости. А в Калифорнии пугают, запугивают людей сейчас новыми штаммами, новыми вариантами вируса. Значит, просто пугают. Значит, африканский, британский и бразильский варианты. Ну, понятно, что происходит мутация этих вирусов. Вот, нет, мы пока не знаем, может быть, прививки не Модерна и Файзер не защищают от африканского вируса. Ну, просто запугивают. Уже очевидны вот какие-то проявления психических заболеваний, очень серьезных. Там, в той же Калифорнии, идет реклама мощная, психологической поддержки растет число самоубийств. И это результат депрессии в результате, ну, вот, запугивания. Плюс к этому, ну, вот, делается это из соображения усиления власти. Значит, мы не снимаем приказ, говорит губернатор Калифорнии, даже для людей, которые привиты. Вот раньше привился и свободен от гриппа. А теперь нет, все, это все опасно, это мало ли как. И эти, так называемые, эксперты-вирусологи, ну, это же лафа, их начинают слушать, интервью, там, они популярны. Конечно, они нагоняют страхом. Подлецы, они же ведь, ну, решают собственные проблемы. А вирусологи, которые говорят здравые мысли, произносят, кому они интересны? Конечно, их никто не слушает, им не даются эфиры. А этот фаучи, который был при Трампе, и Трамп его выгнал, когда понял, кто он такой, теперь главный вирусолог у Байдена. И продолжает свои эти бредятины нести. Вот. Так что, ну, я думаю, что со временем это все-таки должно успокоиться. Долго эксплуатировать эту тему пустышку по существу. Во многом удалось использовать эту тему для политических целей. Это признают все стороны, что демократы использовали, губернаторы от демократической партии использовали это в политических целях для укрепления собственной власти. Это непорядочное поведение, нечестное, но в рамках допустимого, скажем так.